Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 30-й том, вопрос 4054. «Мне рассказали, что в воскресенье у вас в трапезной была встреча с интересными людьми. Кто это был и о чём была беседа?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Был директор библейского общества из Новосибирска, сотрудницей. Беседу записали на магнитофон, её можно прослушать и прочитать. Набор сделала Галина Кубайкина». Второе число ноября 2008 года. Игнатий Лапкин, И.Л. «Представьтесь, как звать, величать? Кто вы, какую должность занимаете?» Ольга Булатова, ОБ. «Меня зовут Ольга, я занимаюсь информацией, сбором средств, также распространяю Библию при библейском обществе». Игнатий Лапкин. «А вас, Алексей Владимирович, мы ждали вас. Батюшка вчера был, но у него две общины, поэтому он не смог остаться, уехал. Но как же вы забыли, где мы находимся? Дело в том, что у меня телефон включён был во время богослужения, я только потом схватился. Что же я наделал? Уже сказал, вашей вины в этом нет. Нет. В прошлый раз мы разговаривали с вами, и всё это на магнитофон записано, и всё это в книге, и всё это отображено на фотографиях. Так что вы вошли в большую историю. Вот сейчас я вам покажу в 25 томе, открытым окном. А теперь я подумал, как это сделать известным вашим спонсорам из Америки, помните, что были американцы здесь. И полностью, что вы говорили до одного слова, вошло в книгу. Не воспоминания, а дословные. Это лично вам подарок, а это американцам. Если можно, чтобы хороший переводчик привёл им эту беседу. Так что Господь благословил нас это издать. А вот 26 том, в котором я провожу разбор всех поэтов России. И этого никогда никто не делал. Это всё начиная с Умаркова, Ломоносова до самых современных Ваншинкина, Маршака, Дементьева. И 64 их фотографии здесь. И 84 их биографии. Всё рассматривается во свете Библии. И я сделал вывод, что из 2000 поэтов России, а это 20 тысяч стихов, пришлось прочитать. И я показываю на основании Библии, что не нашёл ни одного православных, рождённого от Слова Божия. Там хорошо, хорошие поэты есть, как Жемчужинов, Нацен, любимый мой поэт. Но вот Вера Кушнир пишет, Березёв, совершенно другой стиль. Сразу видно, что эти люди плывут в Библии. Много здесь стихов. Вопрос задают, а как поэты относились, допустим, к взаимоотношениям мужчины и женщины? А на эту тему нахожу ответ у разных поэтов. Ну, кто сегодня знает Бальмонта, Апухтина, Алексея Толстого? Расскажите, как у вас прошло время, что у вас нового было? Расскажите народу Божьему. Сегодня все, всё, все за вас молились, ждали. Говорит Алексей Владимирович Булатов, АБ. Знаете, вы меня как-то обескуражили и продолжаете обескураживать обилием вот этого. И потом ещё окажется, что всё это в каком-то томе. Всем смеются. Игнатий Лапкин, а какой капромат здесь? А кто знал о том, что говорил Ахав, что говорил Илья? Вошло всё в Библию. Они об этом не думали. А это всё вошло. Мы ищем пользы. Сегодня об этом я говорил две проповеди. Главное для назидания. Вот скажите, назидательно кто читал? Назидательно все говорят. А зачем я буду препятствовать? Кто я такой? Господь позволил тебе увидеть, поделиться. Вы рассказали там об этой морковке, как человек пожертвовал. У него больше ничего и не было. Это научает от нас жить в бедности. Наш народ небогатый. У нас ни одного бизнесмена здесь нет. И видите, как народ откликнулся? Мы в прошлый раз заботились об этом. Так только с налётом вышло. А сегодня, вот посчитайте, 84 тысячи собрали. Мы даже этого не ожидали. А народ, видите, как. Напишите нам расписочку. А это сейчас только вложили. Уже последнее. Мы сейчас церковную кассу сняли. Мы поняли, как велик Господь наш, что нам таким немощным позволил прикоснуться к величайшему делу. Просвещению народа, знакомству нерусских со Христом. Я постоянно об этом говорю. Я сам через это пришёл. Я сам много занимался изучением языков и понимаю, какой это огромный труд. Мы попросили вас от лица всех, хочу сказать, привезите нам переводчиков потом. Я уже в Потеряевке, может, ещё маленькую соберут. Мы к этому всей душой. Здесь ничего ворованного нет. Видите, перед вами, вот, они все сидят. Мы православные, но с православием публичным, партиохильным мы не сходимся во многом. Потому что там всё так, с улицы пришёл, ушёл, без возрождения свыше, торговля и попы, их нас люто ненавидят. Несмотря на это, мы работаем. Нынче я много благовествовать съездил по районам. И везде, где нет священников, там люди хорошо слушали. Мы раздаём Евангелие. Мы от баптистов получили нынче 30 тысяч новых заветов. Евангелие и Атуана. Вот они и на столе лежат. И сейчас мы идём по городу и раздаём. Бог так делает. Нас называют сектантами и православными по-другому. Дело не в названии, что враг скажет, а в том, кто мы в действительности есть. Мы православные. Мы строго верим в Святую Троицу. Мы чтим Священное Писание. Признаём святых отцов. И мы желаем, чтобы люди услышали о Боге. И вот это дело, чем вы занимаетесь, переводческое дело. Выше этого просто нет ничего, не бывает. Тут всё для спасения души. Алексей Булатов. Я просто хочу сказать, что тот приём, который вы оказываете, вклады, которые вы делаете, мы столько не заслуживаем. У вас чудеса. Надо людей ваших снимать и фотографировать, интервьюировать. Это настолько очевидно в сердцах ваших прихожан. Сколько денег нам никто никогда не жертвовал. Никто никогда не жертвовал. И к этому надо относиться как к проявлению Божьей любви, к проявлению работы Духа Святого среди ваших прихожан. Огромное вам спасибо. Я очень тронутый и обескуражен. И я понимаю, что такое 80 тысяч собрать среди невизнесменов, что жертвуют, это действительно последнее. Отдаётся не от избытка, а от понимания, что это нужно. Спасибо вам большое, что вы вдохновляете людей на это. И после всего этого я не знаю, что ещё можно говорить. Я могу только учиться у ваших прихожан, брать пример жертвенности ваших людей. Что я хочу сказать. Вы находитесь в Алтайском крае. У вас неподалёку республика Алтай. Мне приходилось и приходится много путешествовать, много ездить. И вот таких маленьких народов, как Алтайский, например, много. Кто-нибудь, может быть, слышал о таких народах? Я разговаривал с переводчицей Библии на Нганасанский язык. Их осталось несколько тысяч человек. И эта женщина, которая через библейское общество переводит Новый Завет на Нганасанский язык, а до этого там даже письменности не было. Создали на основе русского алфавита. И вот она теперь переводит и учителей начальных классов, которые будут работать в национальной школе. И переводит Библию на Нганасанский язык. Я встречался с переводчиками. Знаю Сергея Турбекова, который сейчас переводит Новый Ветхий Завет на Алтайский язык. Эти люди встречают огромное сопротивление среди местного населения. Потому что перевод на свой язык Библии воспринимается людьми как предательство. Как предательство своей культуры, как предательство своего народа, как предательство своей истории, своих традиций. У кого-то шаманы-шаманисты, у кого-то там свои боги языческие. И вот считается, что люди, которые пытаются особенности, особенно среди алтайцев, бурятов, Нганасан, ханты, манси, ненцев, шторцев, юрдов, в Кузбассе, так вот люди, которые несут Библию, они воспринимаются предателями. Потому что свою историю, свои корни забыли. А несут им как бы чуждое. И среди этого населения, как среди тувинцев, распространено понятие, что Христос это русский бог. Это бог русских. Я знаю одного священника, одного пастыря тувинца. Он уверовал, стал христианином. И тувинцы же держали его, свесив с моста над Елисеем, держа за обеи ноги, требуя отречься от Христа, потому что воспринимали его как предателя. Он до сих пор жив, он не отрекся. Вот такие жертвы. В наше время люди реально страдают. Он жизнью жертвовал, но не отрекся, вися над Елисеем вниз головой. У меня есть знакомый тувинец. Он один верующий в тувинский спивающийся, если не спившийся деревню. Очень, очень трудно. Я спрашиваю, как к вам относятся? Он говорит, да не любят. И он это так сказал, хотя этот человек очень оптимистический, какой-то жизнеутверждающий. Его мокну кидали камни, еще какие-то препятствия были. Я что хочу сказать? Среди этих народов Христос – это бог русский. Не знаю, видели ли вы у себя в Барнауле, но я у себя в Новосибирске много раз видел надписи. Иисус Христос – еврейский бог. Бог евреев, бог жидов. Иногда называют, вот на заборах такие надписи есть. В Якутии, на Алтае, в Туве, в Шаоле понимают именно так, что Христос – это русский бог. В России – это еврейский бог. А в Израиле – чей? Вот как мы сейчас принимаем Христа? Там вообще гонение, там нельзя называть себя христианином. Они считают, что Христос им только страдания принес. Я знаю миссионеров из Израиля, которые приезжают туда из Америки. Они работали в России миссионерами, а сейчас в Израиле. Они здесь говорили, что у них ужасный закон для миссионеров. И это сейчас говорят. Вот сейчас мы поняли, что такое гонение на миссионеров. Это тайна. Они собираются группами, чтобы не афишировать ни в коем случае себя. Христос там и не нужен, получается. Тем не менее, делать-то что-то нужно, ибо не ведут, что творят. Не ведут люди, которые пишут, держат вверх ногами христиан над реками. Они не ведут, что творят. Мы не должны к этому спокойно, равнодушно относиться и быть в стране. И очень приятно, что вы не в стране. Вы не в стране, слава Богу. Вы такие, какие есть. Я хотел сказать еще, что у нас была поездка на горные шори. На горные лыжи там в двух местах развиты. А во всех остальных деревьях, в которых мы были, шорцы встречали нас с трясущимися руками. За пол бутылки водки он готов ведро орехово дать. Потому что вчера они хорошо погуляли, и поэтому нужно это зелье. В одной из деревень мне рассказали. У нас вот здесь была церковь, у нас уверовали, мы выкупили какой-то дом. Женщина говорит. Нас христиан настолько не любят, что от нас отвернулись родственники, от нас отвернулись родители. Поначалу к нам стали приходить много людей, много молодых людей, много парней. Начало приходить. И вдруг они перестали материться, сквернословить, они перестали курить, они перестали пить. И за это люди стали их не любить. И она говорит. Это очень сложно. В городе, наверное, вам проще. А когда входишь в магазин, видишь, что стоящие там точки тоже разговаривали, и все замолкают. И люди, с которыми ты прожила всю жизнь вместе, они с тобой не хотят разговаривать. И она рассказывала, что не все выдержали, не все остались. А те, кто ушел, они упали гораздо ниже, чем до этого было. Это тоже закон такой. 2 Петра 2.21. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав и возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 3 Петра 2.21. И слава Богу, что есть такие неравнодушные люди, неравнодушные люди. И я не знаю, поймете ли вы меня или не поймете, что я хочу сказать. Вот в неофициальных церквах, вовне заструктурированных церквах, где нет жесткой какой-то иерархии, проще. Я не хочу сказать, я ничего не против не имею. Но как-то у таких объединений крупных у них свои проблемы, у них свои заботы. Я знаю церковь, где готовятся к уличной евангелизации. Чтобы пройти по улице, раздать Евангелие, к этому не один месяц люди готовятся. А что готовятся? Ты возьми книжку, да иди. Что готовятся-то к этому? Всякие разные курсы проводят. Например, в 2004 году нам рассказывают, набрали из всех церквей в Новосибирске и предлагают провести семинар по уличной евангелизации. Значит, для этого нужно пригласить 20 человек из Омска, и они бы нас научали, как проводить евангелизацию на улице. Оплатить их проезд туда-обратно, недели проживания. Ну мы что, совсем что ли? Чтобы 20 человек учили нас, как ходить по улице с Библией? И вот об этом серьезно говорится. И это называется красивыми словами проект, программа, конференция, семинар. Все, вот эта вся лабуда современной конференции, которая ради конференции проходит, и потом люди вдохновляются, вдохновляются. Христианство, я думаю, так, это такое интимное, тихое состояние души. Я не думаю, что кто-то из вас знал, кто и сколько пожертвовал, правда? Ну как, внесли, Бог знает, Бог знает, и вот это правильно. И вот это редко. А сейчас делают вот столько, показывают между двух пальцев чуточку пространства и раструбят, широко размахнув руками. Мы с этим сталкиваемся. К нам обращаются, мы идем в детский дом, дайте нам Библии бесплатно. Мы пойдем в детский дом, там Рождество, и так далее, и так далее. Ну какой же это подвиг-то? Ну мы даем Библии, так они с нашими Библии на пожертвовать деньги. Вот не на эти деньги, а показывают на стол. У нас есть библейский клуб, я вам рассказывал. И нам регулярно жертвуют люди, кто 100 рублей, кто 1000, кто 5000. Кто 3000, кто-то в месяц, кто-то раз в квартал, кто-то раз в полгода. Но регулярно нам жертвуют люди. Кстати, больше всего жертвует еще одна церковь из Екатеринбурга. Вот они теперь станут вторыми. Они регулярно нам жертвуют деньги. Небольшая группа людей. Они как-то отделились, вышли, я не знаю, что там произошло, я в это не вмешиваюсь. Но там человек может 10-15 в тесной двух- или трехкомнатной крущевке собираются. Значит, пастырь единственное работает. Жена инвалид, дочь инвалид, и у него еще несколько. Они жертвуют. Вот эта группа, вот эти 10-15 человек жертвуют регулярно больше, чем кто бы то ни был. Никому не принадлежит, ни к какому союзу, но они тихо жертвуют, присылают. Я с ними один раз встречался, когда в Екатеринбурге был. Я просто удивился, когда увидел, кто это. Потому что они всегда регулярно жертвуют. Они говорят, знаете, нас нигде нет, мы не там и не там. Так мы хоть здесь можем участвовать с вами, прикоснуться к Божьему дему. И поэтому они с удовольствием и радостью жертвуют. Что я хочу сказать? Конференции эти, все семинары, которыми заполнило все. А дело-то это внутреннее, незаметное должно быть. С нашими Библиями, которые возьмут у нас бесплатно, мы их им выдаем. Люди пошли в детский дом. Ну а как кому еще идти-то? И крестьянину, и не крестьянину. Вот они, сироты. И пошли они с нашими Библией, не заплатив за это. А потом говорят, да как принимали, да как хорошо, да как это здорово. Сейчас, к сожалению, современность такова. Вдова, когда малое становится великим. Вот еще один проект. В слове о полку Игореве говорится, когда малое становится великим. И вот это нечто обычное, обыкновенное, воспринимается как христианский подвиг. А подвиг это вдова, которая с двумя монетами, которая положила их так, что никто не увидел. А она постеснялась. А вот фрисеи-то какие были, гордились собой. А дело-то не в количестве денег. Игнатий Лапкин. В какой стадии перевод находится? Алексей Булатов. Я, к сожалению, вам точно на этот вопрос не отвечу, потому что я знаю, что переводится Ветхий Завет. Новый Завет переведен. Я постараюсь привести Сергея. Я думаю, что мы как-то согласуем время, и он приедет и расскажет. Игнатий Лапкин. Воскресенье только обязательно. Алексей Булатов. Хорошо. Но мы понимаем, что это будет не следующее воскресенье. Что было с Сергеем, когда он переводил Новый Завет? Его тоже воспринимали как предателя. Сейчас по-другому. Сейчас там, по-моему, что-то изменилось. Во всяком случае, ему свет обрезали в подъезде, чтобы он не мог работать вечерами. С работы его выгнали, когда узнали, что он занимается переводом. Он был журналистом. И он лингвист. Важно, чтобы человек был с лингвистической базой. Это было лет 7-8 назад. И тем не менее, человек этот настойчиво и серьезно переводил и переводит писание. Но какую книгу они переводят и как они переводят? Понимаете, наша задача состоит в том, чтобы помочь финансово. Вот мы от вас поехали в прошлый раз и купили им компьютер. И передали человеку, который занимается переводом. Они были очень этому рады. И другое скажу. Из Петербурга, где проходит обучение переводчиков, примерно месяц назад мне пришло письмо. И там написано. А не можешь ты еще один компьютер купить? Нам еще не хватает. Координатору переводчику еще один компьютер. И тут через 2-3 недели звоните. Вы говорите, мы собрали деньги. Я думаю про себя. Так вот, почему письмо-то пришло в Совгослоте. Теперь соединил все это. Игнатий Лапкин. И это даем целенаправленно. Только на переводы. Если кончатся эти переводы, будут новые переводчики перевести на якутский. Или... Потому что я об этом... Об этом только говорю людям. Алексей Булатов. Да-да, не сомневайтесь. Эти деньги, вы даже не волнуйтесь. Мы их сейчас пересчитаем. Вы сфотографируйте, как она... Как она считает, все смеются. Пойдут туда, куда вы сказали. Может не сегодня, но в ближайшее время. Я-то хотел как бы... Немножко у вас... У нас планы меняются. Отсюда поехать с деньгами в Горно-Алтайск. Но не получается. Да еще такой компьютерщик, что мне лучше еще одного человека взять с собой. Игнатий Лапкин. Главное в том, что все люди молятся о том, что в этом народе Господь Христос нашел тружеников. И началось обращение. Мы живем буквально этим. Игорь Дубунов. И.Д. У нас компьютерщики-то вот сидит, компьютерщик. Может вам никуда не ездить не надо? У нас мастера здесь такие. Закончили с крашенными дипломами. И работают сейчас. Вот Виктор. Игнатий Лапкин. У нас Алексей ведущий специалист. Алексей Булатов. После нашего вечернего разговора, когда ехал и мы с вами разговаривали, я попытался позвонить в Питер. Потому что там в Петербурге собираются сначала. Я рассказывал, не рассказывал. Может будет интересно, как это все делается. Меня использовали как шофера. Вот решено переводить Библию на алтайский язык. Или на якутский язык. Или на чувашский. Сейчас переводят Библию на крещенский язык. Это татары. Крещеные татары. Они называются крещены. Крещенцы. На крещенский сейчас, по-моему, переводили. И уже перевели. Я точно не знаю. И вот меня попросили, раз я здесь, с этим работаю, помочь чисто как водитель с машиной. И вот мы и приехали в Горн-Алтайск для того, чтобы найти людей. Хотя мы все говорим по-русски, но это же не значит, что мы все можем переводить. Желательно, чтобы человек знал основы, хотя бы один иностранный язык. Желательно, греческий. Где взять алтайца, который знает греческий язык? Нужно, чтобы этот человек был лингвистически подкован. Потому что нужно переводить так, чтобы нужного какого-то лингвиста найти, желательно, со знанием языка. Нужно найти свободного лингвиста. Среди алтайцев, интеллигенции, мы пытались найти преподавателей алтайского языка, журналистов, которые пишут или ведут передачи на алтайском языке. Переводчиков, которые переводили с русского на алтайский язык, как минимум. И мы пытались этих людей найти. Мы приехали летом, но оказалось, что все на покосе. Нам говорят, сейчас же покос. Все переводчики, я не знаю, как это показать, но все были на покосе. Мы нашли нескольких, кто откосился и объяснили им задачу, что нужно и как это нужно делать. Лингвист не лингвист, но не каждый день дают такое предложение. Давайте будем переводить Библию. Они не все были к этому готовы. И тогда им объяснили, вас обучат сначала, обучение в Петербурге, вы приедете на курсы. И туда собирают примерно 3-4 раза в год. Как я понимаю, одновременно группку в 4 человека, которые переводят на алтайский язык. И в это же время переводят на якутский язык. Они собирают всех переводчиков, которые переводят на языки малых народностей в Петербурге. Проводят семинары, учат их каким-то основам техники. Ведь она же должна быть. Потом они приезжают сюда, используют эти переводы и издают пробные тиражи. Потом с этими книжечками в пробный тираж нужно ехать в глубинку, потому что нужен носитель языка алтайского. А значит искать нужно не в горно-алтайский. Их надо еще и поискать под одноким деревням, потому что нужно опробировать это. Понятно, непонятно. Не помню, рассказывал я, не рассказывал. Но вот, например, в тувинском языке, в туве, понятия пророка не было. Не было у них пророка. И как перевести? И думали, думали. Зинаида рассказывала. Мы начали переводить Библию, начиная с пророка Ионы. Потому что в тувинском фольклоре есть сказка какая-то, легенды, как человек побывал в рыбе и потом остался жив. И мы решили вот с этой книги начать перевод. Если тувинцы поверят этой книге, тогда поверят и всему, что мы предложим и после этого. Не с Евангелия. Первый перевод делом она говорит, а у них нет слова пророк. Не понимают, что такое. Нельзя сказать, что такой пророк был. Они назвали его сказочником. Но сказочник это человек, который рассказывает и не придумывает сказки. Сказки это неправда. И много всяких таких вещей. Мне говорили, что в китайском переводе слова Христа Я есм хлеб жизни переведены как Я ес рис жизни. Потому что если бы китайцы прочитали Я ес хлеб жизни, то это все равно, чтобы мы прочитали Я ес сэндвич жизни. Понимаете? Это инородное слово. И ему не надо, никакого хлеба китайцам не надо. И поэтому там переведено Я есм рис жизни. Это в первом раннем переводе или в каком-то. Я пытаюсь сказать, что это сложная работа адаптировать. И вот их собирают, учат. Потом они эти книжечки издают. Пытаются узнать у простых людей. Понятно им и непонятно. Находят людей, которые говорят по-русски хуже, чем по-алтайски. Читают им эти книги. Понимают они или не понимают. И тогда решают. И это такой процесс. Поэтому я, к сожалению, ответить на ваш вопрос, какую книгу сейчас переводят, чем сейчас занимаются переводчики, не могу. Я сейчас не знаю. Мне что-то не отвечают из Питера. Я пытался дозвониться. Но они, ни один телефон почему-то не отвечают. Я даже волнуюсь, что случилось. И поэтому я не знаю, что там действительно. На каком этапе идет процесс перевода. Но я буду настойчиво добиваться, чтобы приехала сюда группа переводчиков, чтобы они вам рассказали полнее, чем я. Если уж мы о переводах заговорили, то расскажу, как я несколько лет назад был в Индии. И так у меня получилось, нас туда пригласили. Тысячи языков там. Меня там попросили в одной церкви, где мы оказались случайно. Сколько там людей, вы себе не представляете. Я не знаю, миллиард. Это мало сказано. Я видел, мне кажется, больше. Мы были в таком городе, где очень много христиан. Вот вы и не поверите, что если пройдешь 3-4 минуты по улице, по любому улицу, мимо церкви, то ты пройдешь обязательно. 3-4 минуты и мимо ни одной церкви. А их там много. Мы жили в одном христианском университете. Не помню на комнатаже, но во всяком случае с 3-4 этажа видишь, там трущобы. И вот я пошел в эти трущобы. Трущобы, значит, люди в коробках живут. Палочки вот такие поставлены, листики накрыты. Ну там листья большие такие. Ну прям трущобы. Воды нет. Никакая корова там не священное животное. Они там газеты на помойках жуют. И еще молоко после этого дают. И не понимаю как. Но во всяком случае там, где я был, никакое это не священное животное. И вот смотрю, крестик. И там песни поют, музыка звучит. Я вошел в этот дом, и это оказалась церковь. Приставился. Ну там действительно грязновато. Запах такой, там сходить мужчине в туалет на улице, это как бы нормально. И это правда. На это просто никто не обращает внимания. Это все, что у нас окурок бросит. Это никого не удивляет. А нас предупредили. Пожалуйста, не ешьте ничего на улице. Не ешьте. Или только такие продукты, как банан, очистил, и он не грязный. И вот, я пришел в эту церковь. Очень ярко, очень красочный. У них какой-то потолок такой, я даже не могу сейчас описать вам. Оранжевые цвета такие яркие. И пришли люди, меня переводили. Я говорил по-английски. А меня переводили с английского еще на один язык. И еще на один язык. То есть на три языка. То есть в одном помещении люди не понимают даже английского. Даже общего языка не понимают. Крысы бегали между ногами. Но как эти любят церковь? Как они к ней относятся? Не к хоромам каким-то, не к каким-то храмам. А вот к этой бедной нищенской церкви, вот они к ней относятся. К этому тоже стоит, этому стоит поучиться. И тут же меня угостили индийским, не знаю, кефиром или что-то такое. И я думаю, как бы не заразиться. Ну вот, здравствуйте, все смеются. И в общем, со мной ничего не случилось в этот раз. Я могу и другие истории сказать, но в этой все обошлось как бы... И вот тысячи языков. Страна как бы вся разделена разными условностями. Есть языки, есть касты, есть религии, есть вера. Это ведь и буддизм, иусульманство, христианство, шаманизм, рекреации. Разные национальности, разное социальное положение. Богатейшие люди живут в Индии. Всякие металлургические, автомобильные, когнаты, хозяева. И одновременно нищета вопиющая. Я видел женщину, которая работает на строительстве асфальтированной дороги. Ни единой машины. И вот эта женщина, ей нагрузили, я видел, не знаю, какой тяжести, но на голову поставили 10 кирпичей. Мужчина стоит, а они подходят к каким-то специальным штучкам. И вот он ей кладет на голову 10 кирпичей. И она вот такая тростиночка пошла асфальт строить. И вместе с тем, роскошь, просто немыслимая роскошь. Они очень любят... Они очень смешно любят кино. Вот эти индийские фильмы, которые показывают, они к ним почему-то до сих пор серьезно относятся. Все смеются. Нас пригласили и рассказывали. Вы знаете, в Индии есть где-то на высокой горе церковь. И у входа в эту церковь надпись такая. Эта церковь построена на пожертвования петербургских и ленинградских христиан. Тогда еще, наверное, были ленинградские христиане. И мне рассказывали. Знаете, было время, когда вы нам помогали. Теперь мы хотим помочь вам. Что мы, христиане, для вас можем сделать? Настало наше время помогать вам. Настало время, чтобы где-то в России на дверях одной церкви была надпись. Эта церковь построена на деньги индийских христиан. Один человек рассказывает. У меня жена хорошо зарабатывает. Я содержу 12 церквей. Как он это делает? Он покупает два раза в год по 12 велосипедов. У пасторов две церкви, два прихода. И вот он живет в Чинае, в городе, в котором мы жили. Но он в одну церковь, допустим, в среду едет, в следующее воскресенье. И так далее. И вот каждый пастор две церкви опекает. Он служит в них. А он 24 велосипеда покупает, потому что велосипеда хватает на полгода. Значит, чтобы туда-сюда ездить. И еще он говорит, что первые полгода или первый год он какое-то количество денег этим новым священникам платит. А потом уже церковь берет на содержание от 10 на этот пастор. И вот такие примеры незаметного служения. А человек это делает большое дело. В этой же связи совсем из другой истории. Вот мы были на севере. Как раз встречались с переводчиками нгананского языка в Хатынге. Такой страны велись веселый город. И там была группа шведских миссионеров. Немного молодых людей. Там было 6 человек всего. 5 средний возраст, 25-30 лет. И одна женщина лет 60. Она говорит, я одна с молодыми, но я люблю Господа. И если есть возможность, я всегда еду. У нее в Стокгольме педикюрный кабинет. И еще говорит, вечерами вяжу носочки и рукавицы, потому что я знаю, что следующим летом я поеду. Она была в Гренландии. Это от Дании недалеко. И теперь вот сюда приехала. И она привезла с собой огромный мешок вязаных носков, которые в седе вечером она вязала. И теперь на севере с детьми сиротами. И несиротами она делится. Вот это незаметные невидимые лепты. Никто не знает, что у нее чемодан носков. Иногда миссионеры приезжают с чемоданами, своих чипсов, своих каких-то продуктов. А она с чемоданами носков. И поэтому вот этот мешочек, который вы передали с деньгами, это вот один из таких примеров, которые я теперь где-то тоже буду рассказывать. Я буду рассказывать об этих 84 тысячах. И уже не о 84, а уже мы не посмотрели, сколько первый раз было, но более 100 тысяч. И поэтому это все изнутри идет. Вот это самое ценное. Не важно, известно там или неизвестно, не важно, что и как. О вашем тихом христианском поступке Господь знает. Игнатий Лапкин. Хочу вас поблагодарить, что разрешили нам поучаствовать в этом деле. Мы об этом молились. Наша община не вписывается в то, что принято в православии. Я сам обратился, я говорил вам в прошлый раз, у пятидесятников. У меня это внутри все так и сохранилось. Любовь к Библии и к Слову Божьему. И день пятидесятницы, насколько он важен. Как Господь дает. Я всегда говорю, мы облагодейственные особо. Что к такому делу Господь позволил прикоснуться, как к перевопольцевскому времени, как к Сионской горнице. Мы молились и для Христа все делаем. Алексей Булатов. Вы не будете обмануты. Все пойдет так, как вы захотели. Игнатий Лапкин. Если даже где-то и будете говорить, то скажите, что все это случилось только потому, что мы любим Слово Божие. И Господь через Сионскую горницу привел нас к такому делу. Этот ответ на многие молитвы, что все-таки мы с вами встретились. Я постоянно это в проповедях говорю. Это моя жизнь. Она вся в этом была. Я среди разных был людей. И в Америке проповедовал, говорил. И понимаю оживотворящую силу Слово Божие. Это беда православных, что Слово Божие не стоит ни на пятом, ни на десятом месте, а на первом богослужении. Я начальник детского лагеря, 36 лет. И среди приезжающих детей мы держим на первом месте Слово Божие. Плота, каты с текстами из Библии. У православных вы такого не найдете. Иконы у нас в храме. Говорят, а вот баптисты такие. Я получил слишком много там, и поэтому сердце мое осталось в Сионской горнице. Я услышал как бы отлик Божией о тоске моей, что сам я не могу участвовать в просвещении народов. Люди, сидящие здесь, знают, что мы не кого-то облагодействовали, а нас. Поэтому наша благодарность только увеличивается в хорошем. Мы как-то поучаствуем в этом деле. Нам так это дорого. Мы как бы к апостольским временам прикоснулись отчасти. И вы всегда этот труд свой цените. Берегите. Алексей Булатов. Я буду ездить теперь с вашим томом и скажу. А это читайте в этом томе. Все смеются. Игорь Дубунов. А можно задать вопрос по переводу? У нас тут разговоры между собой. Мы обо всем говорим. Были такие. Макарий Невский, Макарий Глухарев. Они занимались переводами. Особо Макарий Глухарев. Невский коснулся. Он миссионерствовал. Он распространитель был Библии. И какие-то переводы же были. Говорят, что он переводил на алтайский язык. Но как-то это все слухи. Тут проводят макарийские чтения. Но только никогда ничего не скажут православные. Вот они там собираются. Конференции ради конференции. Правильно вы сказали. Не только у протестантов это. Но у всех так. Видать православный тут лидирующее положение занимает. И вот те труды, которые у него были. На них-то была какая-то основа. Ведь там было крещено почти 2000 алтайцев. Среди них были священники. И сейчас есть священники. И вроде бы у них есть какие-то переводы. Потому что ездил еще Антоний. Был такой владыка здесь. Он умер в 2002 году. И он туда возил именно на алтайском языке какие-то евангелия. И еще что-то еще. И мы были всегда уверены, что на алтайском языке есть евангелие. Но единственное смущало. Почему тогда вера полностью заглохла на Алтайе? Потому что не было никаких храмов. Это только сейчас начали там храмы проявляться. Не было оттуда им священников. Это первые появились, наверное, в 2000 году священники-алтайцы. То есть, как это там все заглохло-то? Значит, и не было никого перевода. Откуда тогда макалевские чтения? Откуда этот слух, что он переводил что-то, раз труд-то начинается? Алексей Булатов Насколько я боюсь тоже в этом деле ошибиться, но Макали перевел Новый Завет на алтайский язык. Я понимаю, что этот перевод существует. Более того, перевод современный, который сделал Сергей Таурбеков, насколько я знаю, в православной среде не принят. Они не приняли его. Они считают, что перевод Макали как бы лучше. Я точно не знаю. Мне нужно уточнить. Но я понимаю. Таким образом. С каким переводом ездил Антоний? Я даже знаю, где они прятали перевод Нового Завета, который вышел на алтайском языке. Но они не хотели, чтобы этот перевод был распространен, потому что есть перевод Макали. Но он не издавался. Его как бы и нет. Он есть, но его нет. А тот, который Сергей сделал, он как бы не принят, потому что уже есть что-то. Я хочу сказать, что тот путь, к которому вы сейчас идете, хотя я не специалист в этом деле, но много занимался языками. Это самый правильный путь у вас. Именно журналисты, люди своей нации, которые знают хорошо свой родной язык. Поэтому верить, что перевод Макали хороший, непревзойденный, никак нельзя. Или перевод Кирилла и Мефодия. Это чужой язык был для них. Язык, в котором ты не родился. Альберта Швейцера спросили, какой ваш родной язык? А у него мать француженка, а отец немец. И он одинаково владеет языками. И даже он, лауреат Нобелевской премии, задумываясь, ответил. Язык, на котором я разговариваю во сне. Вот как определяется. И то, что перевели хорошо те, для которых это был не родной язык. Понятно как. Но много ли таких писателей-кентавров, как Набоков Владимир, который одинаково писал на английском и на русском? Один. За всю историю один такой писатель. И поэтому переводить нужно только так, как работаете вы. Именно люди того народа племени, а потом уже проверять могут специалисты из другой нации и сверять с этим. У меня много записей, как православные вели перевод на русский язык. Это самый правильный путь. Именно с оригинала дневреврейского, против которого говорил Феофан. Ибо он был против. А надо септуагинта. А это перекладка, прокладка. Септуагинта. Это от греков. Тогда как надо с оригинала еврейского. Потому что септуагинта берется с оригинала. А в любом переводе где-то вполне может быть допущена ошибка. Когда Иоанн Златоус на греческом языке проповедовал, а он был грек, то он брал четыре перевода. Септуагинта, Симаха, Акилы и Феододиона. Да, это тоже их родной язык. Родной язык это еще не все. А влияет именно его кругозор. Он должен знать историю, культуру, народы. Этого слова там нет. Как его заменить? Ленин знал языки, конечно, неродные. И он, Флоннакер, переводил по-русски «Ущемитель-блох». Но у него нет такого выражения. У нас нет такого выражения «Ущемитель-блох». А он перевел «Крохобор». И вот тут все понятно. То есть надо знать аналогию, что примерно равно этому. И поэтому путь, к которому идут эти переводчики, он единственно верный, а не просто один из многих. И конечный результат, как едут по углам где-то простые люди, как понимают или нет, это именно то. Одно дело я умом это постигаю, а другое дело я на это молитве вижу. Это евангельский, апостольский труд именно вот такой. Игорь Думунов. Я не понял, ответ-то какой. Вот этот перевод, который сейчас делает Сергей, он очень нужен. Архи нужен, правильно? Да-да, отвечает Алексей Блотов. Игорь Думунов. То есть Макарий перевода как бы и нет. Игнатий Лапкин. На его основе можно делать. Алексей Блотов. Я понимаю так, что Макарий перевел Новый Завет на алтайский язык. При этом он не переиздавался. Он теоретически есть, а почитать никто не может. Книжки-то нет. То есть, если есть там несколько книг каких-то, перевод существует. Но он не распространен. Он недоступен, потому что книг нет. Игорь Думунов. Изменился в них язык, да? Алексей Блотов. Он неизбежно изменился. Вы были в Горно-Алтайске? Смотришь, когда, если на канале вот этот алтайский, это так смешно. Они говорят по-своему. Раз русское слово. Они так и называются. Билингва. То есть двуязычный. И поэтому язык изменился. Язык сейчас смещается так быстро. В первопольских церквах, где были какие-то словари, справочники, энциклопедии, их не было. Переводили неграмотные люди разных сословий, разный возраст, слушали, на слух все понимали. Слово Божие, оно доступно. Это не ребус какой-то. Я не хочу сказать, что над ним не нужно думать, но оно понятно, оно доступно. А если изменился язык, если половина слов уже непонятна? Труд должен быть. Но он не лингвистический, не такой. А как бы это понять? А что это значит? Тут должен быть другим. Когда читаешь Библию, тут должен быть духовным. Он должен быть внутреннаправленным. А не потому, что ты читаешь наполовину, ну вот, церковнославянский, допустим. Я учил его в институте, но вот меня заставить сейчас нелепо бы... Но вот меня заставить сейчас нелепо бещать. Наизусть учил начало, слово о полку Игоря. Но меня сейчас заставь его прочитать. Я уже ничего не пойму там. А это же Библия. Да разве об этом надо думать, что вот это слово значит? А что вот это слово значит? Или мне думать о том, как мне себя вести, как мне перед Богом предстать, когда я Библию читаю? Вот ведь о чем речь-то. И поэтому, даже если Маккари переводил, то за 150 лет языка сегодняшний далеко от тогдашнего ушел. Вот вы посмотрите, у какого первого писателя появилась аббревиатура. У Маяковского, наверное. А это ведь не так давно. Вот эти. ВГБ, Б, ВПШ, ВЛКСМ, МТС и так далее. И так далее. Ведь не было этого. А сейчас как без них? А сейчас попробуйте представить себе языки без вот этих аббревиатур. Все меняется. Вот эти все наши смс-ки побыстрее сжатия, чтобы не растягивать речи, деньги, чтобы все быстренько-быстренько. Все изменилось. Мне кажется, что среди хороших людей в городе Героя я говорил про Радищева, путешествия из Петербурга в Москву. Революционер-бунтовщик, похуже Пугачева. У него в одном из письм он пишет в воспоминаниях. Я прощался недавно с другом, который уезжал в Петербург. Мы его оба обливались слезами. Я не знаю, сколько времени. Стоят два мужа, два мужика. На лошадях, не на самолете. Один едет в Петербург, и с ним что-то случится может. Они слезами обливаются, этот бунтовщик. Какие были эмоции, какие чувства, какой язык. А сейчас кто будет обливаться слезами? Понимаете, все изменилось. И язык, естественно, как отражение. И поэтому синодальный перевод это один из тысячи переводов Библии. На Алтае нет синодального перевода. В Якутии нет синодального перевода. К нам иногда приходят и говорят. Кстати, православные, у вас же есть Библия на английском языке с апокрифами или без апокрифов. 7,7 или 6,6,6. И вот они говорят. Нам дайте Библию на английском языке в синодальном переводе. Я говорю, а в Англии синод-то был? Синодаль-то значит синод утверждает. А там, как на английском языке синодальный перевод может быть? Когда там этого синода нет. Игнатий Лапкин. Относительно перевода я хотел сказать. Это надо бы вымолить у Бога. Сказали. Раньше там не было словарей. Он словарь сам составлял, как иероним Стридонский. С евреем каждый день занимается. И в 30 лет, и в Ифриемском пещере. Киксия Пала и Оригена. Это и сегодня непостижимая мудрость. Представьте, одновременно 6 переводов он берет. И дальше он выводит общее. Смотри, какие слова и прочее. То есть встречались такие люди, подобные Оригену. Но это же Ориген. Так что о нем спорили святые? От Бога у него знания или просто человеческие? Поэтому те люди, которые переводят, они в особой помощи нуждаются. Говорят, что язык сильно изменился. Я имею отношение к языку и очень удивляюсь, почему вдруг язык Ломоносова, Сумарокова так резко отличается от языка поэтов, которые дальше следующие идут. Я все время отношу к тому, что промежуток такой. Они говорят, как говорят неандертальцы. И дальше Жиг закрепился намертво. Но я так отношу, думаю, что благодаря синодальному переводу Библии. Мы читаем синодальный перевод, как будто вчера утром его перевели. Но настолько же он красочный, настолько хороший. А кто переводил? Мы читаем. Павский. Составляет учебник на еврейском языке для евреев. Это какие же знания надо иметь, чтобы грамматику составлять. И он постоянно повышает свои знания. И он переводит с еврейского на русский, а не наоборот с русского на еврейский. Да такие люди один раз в столетие может рождаются. Поэтому надо усилить молитву еще и в этом направлении. Сегодня этого Сергея никто не хочет знать. А он перевод делает. И не надо забывать, что иронимость Ридонска перевод не был вначале примет. Вульгарный. Вульгата. А потом стали называть его священным переводом, к которому прикоснуться нельзя. А его считали чуть ли не богохульником. Алексей Булатов. Так, а Синодалин-то перевод 40 лет не пускали. Синод-то к нему отношение имеет. Ведь это тоже, так сказать, ирония судьбы. Синод был противником перевода в чьем 35 лет. Противником перевода. А потом, когда Синод согласился, его назвали Синодалином. Потому что они согласились. Ведь он называется Синодалином. А ведь именно Синод не давал пути. Считалось, что церковнославянского достаточно. И ничего другого не надо. Литургия на церковнославянском идет. И поэтому Синод имеет двоякое отношение к этому переводу. Это другая история. Вот в Англии перевод Джеймса Кинга. А кто совершил этот перевод? Перевод короля Якова. А король Яков четвертовал переводчиком. Он убил его жесточайшей смертью. Не король переводил, а этот мученик делал перевод. Но по приказу короля был сделан перевод. И когда переводчик закончил перевод, король благополучно его убил. Мученической смертью. А перевод назвал именем этого палача короля Якова. Только я вас очень прошу, вы обещали никаких томов. Игорь Думунов. Нет, он не обещал. Игнатий Лапкин. Наоборот, я сказал, будет помещено. Все смеются. Вопрос у кого? Игорь Думунов. Вот у нас с Золотухим Валерий приезжал. Актер. Он брал книги у Игнатий Тихоновича. И показывал Игнатий Тихонович фотографии. И он говорит, о, я как раз книгу пишу, фотографии давайте. И я помещу вас у себя в книгу. А Игнатий Тихонович, нет. Потому что вы без бороды, я вас в своей книге не помещу. И не поместил. Хотя Золотухины артисты все знают. Поэтому, если они сказали, что поместит, значит поместят эту беседу с вами. Игнатий Лапкин. Главное, чтобы польза была. Вопросы, братья и сестры, какие есть? Игнатий Игорь Думунов. А православность какой страны там участвует у вас? Как туда православные влились? В перевод. Алексей Булатов. Я думаю, что они ни с какой стороны не влились. Я хочу сказать, что как бы посредник, что видел группу, которая набиралась. И потом мне сказали. А сия была координатором новозаветного проекта. И сейчас она в этой группе. Сербей Турбеков, который новозавет переводил, еще кто-то. Я не думаю, чтобы там были, во всяком случае, в то время, когда я там был более-менее вхож. Там не было православных. Игорь Дубунов. Тогда все на свои места становится. А то мы слышим, что и православные участвуют. Игнатий Лапкин. Вообще о библейском обществе говорим. Алексей Булатов. В библейском обществе есть православные. Игорь Дубунов. Ну, слава богу. Алексей Булатов. В переводе... А в переводе на алтайский язык их не было. И я не буду говорить нет. Но не было, когда я был более-менее вхож. Игнатий Лапкин. У меня в книге помещен материал. Интервью дают переводчики православные. Три священника, которые участвуют. По благословению Патриарха Алексея. И один священник изучил корейский язык. И его отправили в Корею. Сегодняшнее отношение, которое было в год реакции против Библии, иное. Теоретически как бы не против. А на деле Библия, что она есть, что ее нет. Смысл-то понятен. Вопросов нет. Поблагодарим Бога. Отец наш Небесный. Молитва. Игнатий Тихонович произносит. Отец наш Небесный. Великое тебе благодарность за этот воскресный день. Напоминающий о твоей победе над смертью и адом. Благодарим тебя за то потечение, что позволило нам прикоснуться к великой миссии проповеди слова твоего на алтайский язык. Прими эту благовонную жертву от народа твоего. Не столь богатого. Благослови нас, Ладыка. Сохрани наши добрые отношения друг к другу. Благослови те народа и переводчиков, которые работают. И убереги их, чтобы Дух Святой вел их, и чтобы все вечности, все вечности мы оказались у Престола Христовой Благодати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Исайя, 65 глава, 1 стих. Я открылся, не вопрошавшему во мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Римлянам, 15 глава, 21 стих. Но, как написано, не имевшие о нем известий увидят, и неслышшие узнают. Стихотворение Бороться с пылью ясно, что не грех. Она незримо копится в начале, И при движении клубится кучно вверх, Хотя до этого ее не замечали. Ничтожно вредно мучает хозяек, И от нее спасается фильтр-колорифер. В нечистоте легко найти козявок, Пыль принакроет неудачность рифмы. Пыль радиации считается опасной, Такая есть, что кожу разъедает, А от иной навеки взор погаснет, И голова то сплещет, то седая. Пылит иной словесным извержением, Не хуже, чем везучий, крокотау. Но страхом Божиим заткнем такое жерло, Ноздри малюсенькие для пыли не оставим. Но вот, читая Библию, нашел, Что есть опаснейшая пыль, Она на каждом. Сноб поднимается, до неба виден столб, До дней последних не осядет даже. Христос послал своих учеников Нести евангельское слово во вселенной. Не каждый принять будет их готов, То кочергой огреет, То поленом. Вы на непринявших пыль Отрясите с ног Им во свидетельство до страшного суда, Что даже к вам в такую даль я смог Прийти и принести благую весть сюда. Анализ пыли может быть Анализ пыли может показать Ее происхождение, место, время. Как пожелаете, тогда все перевернуть назад, Ведь эта пыль все та же не стареет. Цените прах иисусовых сандалей, Пусть пыль апостольская со страниц порхает, Мир пылесосится, А мы им пыль подали. Евангельская пыль, свята и эпохальна. 2008 год. Игнатий Тихонович Лапкин.